Сегодня мы с вами поговорим об итальянском рецепте, который называется торта ди Доницетти. Доницетти это был такой замечательный композитор, который написал чудесную музыку. Между прочим, она звучит в фильме Никиты Сергеевича Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». То есть, это такая музыка, которая, мне кажется, она прямо, она настолько пронзительная, настолько прекрасна. И вот сегодняшний рецепт, он ей соответствует. Вот. История создания этого рецепта, она немножечко варьируется, но более интересная версия звучит так. Доницетти, грустный, расстроенный какими-то любовными неудачами, пришел к другому композитору Россини. И они находились в это время в каком-то ресторане. И Россини сказал «Срочно, срочно, быстро!» – ключевое слово. «Несложно», второе ключевое слово, «Сладко, нежно». Приготовьте что-нибудь для моего друга, у которого разбито сердце. И вот результат сегодня перед нами. Готовим с вами быстро, несложно, сладко и нежно. Торто дидоницетти. Я отделила желтки от белков два дня назад. Вообще, состаренные белки, как правило, нужны почему? Потому что они лучше стабилизируют саму по себе меренгу. Но это не единственный секрет, который нам нужен для того, чтобы у нас получился нежный воздушный бисквит. Белки отправляются в чашу кухонной машины «Редмонд». Вот это, наверное, главный секрет сегодня на моей кухне. В этой машине запрограммировано семь скоростей. Для того, чтобы получить пышную пену, мы будем использовать самую высокую скорость. То есть белки будут взбиваться очень быстро, очень активно. Низкая скорость, если нужна, то она необходима для вымешивания густого вязкого теста. Насадка нужна, тогда будет другая. А средняя скорость для приготовления, например, кремов. И, кстати, чтобы переключить скорость, совершенно не нужно останавливать машину. Можно сделать в процессе. А еще мне нравится ее удобный сенсорный дисплей. Он помогает подобрать подходящий нам режим. А вообще, не только планетарный миксер, который мы сейчас используем, есть в этой машине, но еще и мясорубка, блендер и овощерезка. Понимаете, какая это находка для нас с вами? Итак, начинаем взбивать. Три белка на самой высокой скорости. Для того, чтобы белки взбились хорошо, кроме того, что мы их застарили, мы еще должны добавить немножко соли, буквально щепотку, сок лимона, полторы столовые ложки. А вот теперь, внимание, для того, чтобы получить мягкую, нежную, воздушную меренгу, как только благодаря лимону, соли, тому, что белки были застарены, ну и, конечно же, кухонной машине «Редмонд», у нас получается вот такое облако в чаше. Мы начинаем сюда понемножку добавлять сахарную пудру. Всего мне понадобится 130 граммов. Для всего вот этого прекрасного торта, кекса, пирожного, как хотите называйте, я добавляю треть этой сахарной пудры вот к белкам, которые уже схватились и получились такими глянцевыми. Обратите внимание, какая красота у нас получилась. Буквально за несколько минут, вы видите, это же прекрасно. Вот как мы проверяем, что у нас идеальная меренга, идеально взбитые белки, да еще и белки, которые стабилизированы сахарной пудрой. Теперь мы эту красоту перекладываем в стеклянную миску. Меренга готова. И вот теперь та же самая насадка. Шесть желтков. Оставшаяся сахарная пудра. Напоминаю, всего нам нужно 130 граммов. Экстракт ванили. Несколько капель. Начинаем взбивать. Еще нам нужна курага. Курага тоже штучка сладкая, но еще, конечно же, концентрированный абрикосовый вкус, который есть в кураге, не может не радовать. Я думаю, что можно, конечно, обойтись в этом бисквите вообще без добавления сухофруктов. Либо можно поэкспериментировать. Например, вместо кураги добавить вяленую клюкву или вишню. Будет немножечко по-нашему. Но все-таки курага настолько, мне кажется, всеми любима, что я бы рекомендовала попробовать именно с этой прекрасной добавкой. Здесь у меня 75 граммов сухой кураги. Я ее уже замачивала в горячей воде для того, чтобы вот она стала такая более пышная, знаете, более сочная. А еще предлагаю, чтобы сделать поинтересней вкус нашего десерта вообще на самом деле. Почему я заговорила про вяленую вишню? Потому что в оригинальном рецепте Дуницити, вот этого кекса, используется ликер Мороскино. Мороскино такой вишневый ликер. У нас, у меня не нашлось Мороскино, зато я нашла Куантро. Это апельсиновый ликер. Вот замачиваю 70 миллилитров ликера, кусочками порезанную курагу. К желткам с сахарной пудрой добавляю сливочное масло. Оставляю буквально чайную ложку, чтобы смазать форму. И 240 граммов мягкого сливочного масла отправляется туда же в кухонную машину. Как только добавили масло, начинаем добавлять потихоньку муку. Муки мало, всего 60 граммов нам нужно. Пакетик разрыхлителя, 7 граммов. И кукурузный крахмал, 90 граммов. Собственно говоря, тесто практически готово. Посмотрите, какая красота. Ну, просто песня. Часть белков жертвуем. Для того, чтобы тесто стало более нежным, воздушным. И белки, посмотрите, моментально тесто делают, посмотрите, каким. Прямо как замечательное такое желтое солнечное облако. Ну, а теперь очень нежно оставшиеся белки добавляем в тесто. И очень аккуратно вымешать снизу вверх такими уверенными, но нежными движениями. Тесто готово. Возьмем курагу. Отожмем ненужную жидкость. Она должна быть пропитанная, но не мокрая. Здесь у меня приготовлено немного муки. Знаете, как в куличе. Для того, чтобы изюм не оседал на дно уже готового, так сказать, изделия, готовой выпечки, мы после того, как пропитали, это может быть крепкий чай, например, с бергамотом, это может быть просто горячая вода, чтобы размягчить тот же самый изюм, или, как в данном случае, какой-то ликер, чтобы курага стала еще интересней. Затем отправляем просушенные сухофрукты в муку и вот так вот обваливаем в муке. Затем возьмем сито и ненужная мука просеивается через сито. И остается просто припудренная курага. Добавляем в тесто. Также осторожно вмешиваем. Впрочем, тут буквально нужно только два движения. И последняя манипуляция. Форма. На самом деле, такая классическая итальянская. Итальянцы очень любят вот такую форму с выемкой по центру. Называется тимбало. Вот это такая запеканка, как правило, именно запекается в такой форме. А вот теперь в эту форму выкладываем тесто. Ну, что может быть проще? Температура в духовке классическая, 180 градусов. Выпекается эта радость минут 35-45 в зависимости от мощности вашей духовки. Осталось подождать. Прошло 35 минут. И тадам, тарам-там-там, тарам-там-там. Опля. Не знаю, какой там пирог ел в самом деле Деницетти, композитор прекрасный Гаэтану. Но мне кажется, у нас с вами сегодня получилась просто настоящая воздушная нежная радость. Присыплю пудрой. И пожелаю и вам, и себе хорошего дня и приятного аппетита. Ура! Субтитры подогнал «Симон»!